Всем привет! Вы давно просили рассказать о моих микрофонах, о том, с чем я работаю, как я работаю и в каких условиях я работаю. И я, наконец-то, собрал те микрофоны вместе, потому что они раскиданы по разным местам. Вот они здесь лежат, сейчас я их представлю. Собрал людей, которые мне помогут это сделать. И, в общем, я готов. Вы готовы? Так точно, капитан. Хорошо. Поехали. Итак, начнем с этого микрофона. Он здесь уже висит на пантографе. Знаете, что такое пантограф? Это не та штука, которой можно пантоваться. Это та штука, на которую вешается микрофон. Этот микрофон называется Rode NT1000. Очень крутой микрофон. С него мы начнем. Дальше. Следующий микрофон. Продолжается линейка. Rode NT-USB. Они чем-то похожи. Чем расскажу чуть позже. Вот еще один микрофон. Очень крутой микрофон. Ух, тяжеленький. Это Neumann TLM-103. О нем тоже подробно расскажу. И вот еще одна штука, которая... Ой, это отдельная история. Это Zoom H4n. Чем он хороший, какова его история, будет в самом конце. Так что не переключайтесь. Что ж, начнем в первую очередь с этого замечательного микрофона, который называется Rode NT1000. Это реально рабочая лошадка. Я работаю с ним здесь. Это мой дом, это моя домашняя студия. И в этой домашней студии я чувствую с ним себя очень комфортно и хорошо. Это конденсаторный микрофон с широким капсулем. Работает он не напрямую, а работает через звуковую карту. Здесь у него XLR-вход, фантограф двигается, туда разворачиваю и работаю через компьютер. Сейчас очень много разных модных USB-микрофонов, в частности вот Rode. Я его тоже использую, расскажу каким образом и где. Ну, если, например, Rode самая простая история USB-шная, ты подключаешь его просто к компьютеру, и он работает напрямую, то есть больше ничего не надо, то конденсаторным микрофонам XLR тут нужно еще очень много интересных штук дополнительных. Сам он стоит сейчас порядка 200 долларов. К нему еще нужно оборудование. В данном случае звуковая карта. У меня здесь звуковая карта Volt, тоже очень крутая штука. Подключаешь микрофон к звуковой карте, от звуковой карты к компьютеру, и только тогда начинается работа. Что могу сказать? За свои 200 долларов этот микрофон отбивает все. Он звучит очень профессионально, он звучит очень круто. Его используют как в студиях дикторы, для того, чтобы озвучивать рекламу, компьютерные игры, художественные фильмы. Этот микрофон я видел во многих дубляжных студиях, во многих рекламных продакшенах. И цена его очень хороша, потому что по качеству он близок к этому микрофону. Про него расскажу чуть позже. Как он звучит? Ну, я думаю, чуть позже вы послушаете его звучание. Еще один очень важный момент для микрофона, XLR микрофона, конденсаторного микрофона, заключается в том, что у него очень обширное восприятие и запись всех практически диапазонов. Очень широкий диапазон восприятия звука. То есть для того, чтобы писаться в этот микрофон, нужно обязательно создать необходимые условия. Вот в данном случае у меня здесь акустический поролон, который называется Mapisil. Также стены специально оборудованы о студии. Я расскажу чуть позже более подробно. То есть если я буду писаться в этот микрофон в неподготовленном пространстве, вот это, наверное, один из минусов, будет слышно комнату. Вы слышите сейчас какой звук? Несмотря на то, что пишусь в петличный микрофон, нет никакого эха. Это все из-за подготовленной студии, из-за подготовленного пространства. Но если я выйду из этой комнаты в холл, на улицу, и буду писать этот микрофон, будет слышно абсолютно все. Все, будет слышно все звуки, которые есть. Так что с этим микрофоном нужно работать исключительно только в студии. Запомните, конденсаторный. Есть еще динамические микрофоны. У меня их нет здесь. Динамические микрофоны, они нужны как раз... Они урезают немного вот эти лишние шумы. Они более направлены, более узкая кардиоида. И от этого звук более чистый, без всяких шумов, я имею в виду уличных. Но в то же самое время он не охватывает, не цепляет всю вашу красоту и объем вашего голоса. Едем дальше. Следующий микрофон. Это уже Rode NT-USB. Из самого названия понятно, что с этим микрофоном можно работать откуда угодно. Самое главное, чтобы был рядом ноутбук, компьютер, неважно. Почему он у меня? Дело в том, что вроде бы есть нормальный микрофон и хорошая студия оборудованы. В чем прелесть этого микрофона? Несмотря на то, что у меня есть оборудованная студия, этим микрофоном я тоже периодически пользуюсь. Он тоже конденсаторный. То есть нужно специальное пространство для того, чтобы с ним работать. Я его использую в поездках. Это мой друг в путешествиях. Плюс этого микрофона в том, что я могу его напрямую подключить к компьютеру. Мне не нужна звуковая карта. То есть нужен ноутбук и нужен этот компьютер. Подключаю и работаю. Есть небольшая проблема. Я уже сказал, что это конденсаторный микрофон. Он очень чувствительный и слышно абсолютно все, что вокруг происходит. И вот здесь возникают разные фишечки для дикторов, которые работают в разных удаленных местах. Мои коллеги это знают. Сейчас думают, а-а-а. Мы сейчас тоже посмеемся. Запись происходит... Вот представьте, я приезжаю отдыхать в какой-нибудь другой город. Студии рядом нет. Этот микрофон у меня в рюкзаке. Я его достаю, подключаю к ноутбуку. Чтобы избежать потусторонних звуков, я использую обычное одеяло. Премьера на Муз-ТВ. Задница Вастрецова. Итак, часа полтора можно работать. Иногда это со стороны очень смешно выглядит. Да, я беру теплое одеяло, плотное одеяло. Ставлю микрофон на стол. Как правило, происходит с телевизором. Например, есть монитор. И закрываюсь одеялом. Все. Я создаю как раз такую атмосферу полупрофессиональной студии. Но в любое время, в любом месте я могу использовать этот микрофон. Я видел даже истории своих коллег, которые использовали этот микрофон в дороге, в путешествии, прямо в машине. Накрывались одеялом и в машине озвучивали. Плюс также этого микрофона в том, что его можно подключать не только к ноутбуку. Можно подключить к телефону. Самое главное, чтобы был разъем. А разъемы разные. Чтобы был провод к телефону, к планшету, ко всему, что может записывать звук. Классная штука. Всегда беру с собой в дорогу. Следующий микрофон. Красота. Это моя любовь. Это Neumann TLM 103. Этот микрофон у меня находится в моей домашней студии. Или как правильно сказать. Я сейчас в домашней студии в доме. А есть у меня домашняя студия в квартире. Ну, та студия с моими, с черными вот этими квадратиками, полностью вся заделанная, которую вы в основном смотрите и видите во многих моих видео, во многих моих рилсах. Там находится этот микрофон. Это легенда. Это легенда. Вот так, наверное, даже можно сказать. Протянуть слегка. Этот микрофон был создан, если не ошибаюсь, в 1997 году. Это продолжение, такой более бюджетный вариант, очень крутого микрофона Neumann U87. С золотым, золотым капсулем. С золотой кардиоидом. И здесь, кстати, тоже золотая кардиоид на Rode NT1000. И они, между прочим, по звуку с собой очень хороши. То есть, они очень похожи. Что этот микрофон, что этот. Но разница у них в цене. Этот 200 стоит, этот стоит 1000 долларов. Зависит также от тракта. Что такое тракт? Тракт – это некие соединительные еще гаджеты. Это предусилитель, звуковая карта и так далее. Его можно вытянуть так круто, что, особенно в подготовленной студии, что будете звучать, как будто бы... Даже не могу представить, как в бархатной комнате. Выдавая бархатные тяги. Вот. Классная штука. Соответственно, он тоже работает напрямую... Не работает напрямую с компьютером. У него вход XLR. Нужна звуковая карта. Немножко про звуковую карту. У меня две звуковые карты. Это карта Volt. И есть еще очень крутая карта, которая называется Babyface RME. О них более подробно расскажу чуть позже. Переходим к следующей истории. А, вот это, да, тоже, о чем я обещал рассказать в самом конце. Удивительная штука. Называется Zoom H4N. Что это такое? Это, по сути своей, это обычный диктофон. Но это многофункциональный диктофон. У него здесь два микрофона, в которых можно установить обзор звука от 60 до 120 градусов. Ставлю 60, он идет более направленный. Ставлю 120, с двух сторон он берет более обширный звук. С этим микрофоном очень крутая история. Этот диктофон, самый первый мой звуковой гаджет, который я стал использовать для записи. У него здесь есть два XLR-входа. Можно подключать еще микрофоны отдельно, записывать их. Этот диктофон можно использовать как звуковая карта, как носитель, в который все это будет записываться. Его используют в кинематографе даже. Видел несколько раз. Использовали его в качестве бума. Что такое бум? Бум. Это микрофон, который находится сверху над актерами. И он берет этот звук сверху. Здесь есть ветрозащита прекрасная, чтобы не запыкивать. Что такое пыкивать? Это когда много букв П, взрывные, глухие, звонкие. И микрофон начинает просто разрываться от этих звуков. Так вот, история связанная с этим микрофоном. Я его очень люблю. Иногда беру с собой, как такой страховочный, если вдруг что-то не получится. С другими микрофонами у нас техника, она же не вечная. Может случайно что-то поломаться. Здесь, кстати, подключается сюда карта. SD-карта. Вот здесь есть вход. Записывается. Можно напрямую подключать к электричеству. Ну, в смысле, в розетку. И специальный вход для батареек. То есть, все. Включил, стал писать. Можно поставить, можно держать в руке. Как я его использовал, когда он у меня только появился? Это было лет, ой, дай бог вспомнить, лет 13. 13 лет микрофона? Этому диктофону 13 лет. Я его приобрел, когда понял, что не успеваю гонять по студиям. В то время, нужно было 13 лет назад, я сидел, чтобы записать какой-то звук для определенной какой-то студии, мне в эту студию нужно было приезжать. Я тогда работал на Первом канале, я работал на Муз-ТВ, я работал на Радиокультура. В принципе, я сейчас тоже работаю. И на каждую студию мне приходилось приезжать, озвучить один-два ролика необходимых. Так вот, я понимал, что иногда я не успеваю. Было несколько раз даже так, что я пропускал записи, тем самым падал мой авторитет, мой имидж человека, который может быстро всегда все сделать. И я решил, что нужно иметь свой микрофон. На тот момент у меня не было достаточного пространства для того, чтобы создать студию. Не было достаточно финансов, чтобы приобрести микрофон. Я приобрел эту штуку. Стоил на тот момент этот диктофон 13 тысяч рублей. Был у меня угловой диван, на который я ставил этот диктофон, брал планшет и сверху закрывался одеяло. И, например, программа, часовая программа, которую нужно было озвучивать, я держал в руках целый час, писал в... нет, я писал сюда прям. И другим пальцем крутил планшет, там, где были буквы, которые нужно было озвучить. Да, кстати, здесь еще прекрасная штука. Здесь есть такой так называемый маркер, если не ошибаюсь. Я уж не помню, на какую кнопку нужно было нажимать. Нажимаешь на кнопку, и потом на звуковой дорожке там отметка в виде маркера, что, например, если я допустил какую-то ошибку и неправильно прочитал какое-то предложение, на кнопочку нажал, маркер оставил. И потом уже вставлял эту карту в ноутбук и там это все монтировал. Это было чуть сложнее, дольше, но бюджетнее. Вот такая прекрасная штука. Так, ну, давайте посмотрим еще раз. Расскажу про эти микрофоны и в среднем расскажу, сколько они стоят. Rode NT1000. Конденсаторный микрофон, подключение XLR, подключение к звуковой карте и только потом к ноутбуку. Очень чувствительный, очень хороший, очень классная рабочая лошадка. Стоит порядка 200 долларов сейчас. Почему я не в рублях говорю? Ну, чтобы было проще. В рублях... Я тогда за доллары вру, тогда за евро покупал, это давно было. Дальше, следующий микрофон. Rode NT-USB. Он уже идет, смотрите, сразу же, с поп-фильтром. Этот микрофон, 1020 он стоит, если не ошибаюсь, 15-20 тысяч. Neumann TLM103. Тысячу евро. Его я заказывал из Германии, мне его привозили. То есть, это прям вот немецкая лошадка. Скакун. Ну и замечательная штука. Handy Recorder. Тут написано. Ручной записун. Zoom H4. Он стоит, ну, тоже не могу сейчас сказать сколько. Мне кажется, порядка 15 тысяч рублей. Этот можно брать везде с собой всегда. Этот можно брать везде с собой всегда. Эти исключительно такие стационарные микрофоны. Вот такая красота. Ну и теперь осталось еще рассказать о том, показать, как они звучат. Роуд NT1000 в связке со звуковой картой Volt. На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик. Zoom H4N за 13-15 тысяч рублей. Хотел сказать долларов. Окей, поехали. На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик. Neumann TLM103. Цена 1000 евро. На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик. Роуд NT-USB. На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик. Вот эти вот все четыре микрофона я использую постоянно. А теперь нужно сказать, наверное, о том, какой же из этих микрофонов мой самый любимый. Тот, в который я работаю больше всего, и звук которого мне нравится больше всего. Барабанная дробь. Очень сложно. Поведусь своим сердцем и ухом. Neumann TLM103. Ну, наверное, здесь можно было угадать сразу же. В хорошей связке со звуковой картой RME Babyface. Ставьте лайк, подписывайтесь, и если будут еще какие-то вопросы, связанные с микрофонами, с обзорами, с удовольствием расскажу.